Марки Les Parfumes de Rosin это действительно марка, которая олицетворяет собой французский шик и роза как королева цветов, вот, помимо всего прочего роза это еще душа женщины, вот и у марки de Rosin очень эффектно подана эта философия, то есть женщина в разных своих состояниях то есть каждая роза, которая доминирует в разных ароматах, это состояние женщины, то есть какой она является, какова ее душа на сегодняшний день, или какой бы она хотела быть, вот, также философия марки заключается в том, что это, ну прежде всего, дань Франции, то есть это французский шик, это изысканность и это естественность, то есть очень много ароматов, которые подчеркивают естественную красоту женщины. Плюс роза это считается такой символ, который никогда не оставляет женщину одну, то есть средством от одиночества, если женщина хочет быть любимой, если она хочет быть востребованной и чтобы мужчины восхищались, роза в этом смысле ей в помощь, как говорят. Поэтому начнем с прекрасной марки Les Parfumes de Rosin, которая была создана модельером из Франции Полем Пуаре в 1911 году, то есть тогда он воплотил свою страсть к цветам и создал коллекцию именно на основе цветочных композиций, то есть он сам модельер, он создавал коллекции одежды и к этим роскошным коллекциям он создавал ароматы из различных цветов, то есть отдавал дань и красоте и благоуханию цветов. Но в 1991 году именно такая знаменитая женщина-парфюмер как Мари Элен Рожон, она вдохнула новую жизнь в марку Les Parfumes de Rosin и создала коллекцию из нескольких ароматов, которые посвящены розе, то есть роза есть разная в этой коллекции, есть роза чувственная, есть роза страстная, невинная, веселая, роза с секретом, роза любви, роза страсти и так далее, то есть вариации на тему роз. Вот сейчас мы будем рассматривать первый аромат, кстати я не вижу, роза розин, есть в тестере. Да, только тут бубон другой, сиреневый. Кстати вот упаковка тоже очень-очень нежная, все флаконы такой вот как бы округлой формы женственной, плюс крышки, на крышке шелковые такие бубоны и сама упаковка, то есть когда вы открываете упаковку, сам флакон, сначала завернув такую яркую бумагу, как бы для глаза очень эстетично, приятную мягкую, потом только когда вы открываете эту яркую бумагу, появляется флакон, то есть все очень-очень женственно, очень красиво и очень элегантно, то есть все в стиле Франции. Итак, для роза розин, кстати, марка была посвящена, именно Поль Пуаре посвятил название этой марки своей старшей дочери, то есть розин, ее звали розин, и вот роза розин, одна из самых знаменитых ароматов, который был создан в 1991 году парфюмером Франсуаро Бером. По три, да, наряд? Можно семь, можно восемь, все есть. Ну, а два, три, четыре. Ну, все, не жаль, ничего. Мы как-то раз, иногда мы забываем лотер привезти, иногда мы привозим, но их не хватает, иногда мы привозим многое позащие, а мы как-то никак не можем выбрать, на самом деле, количество лотер. Какой мы резали альбомные листы? Да, мы в альбом приехали, купили листы, мы с Майей зашли в магазин концтовара, и говорили, нам нужен самый хороший альбом, который у вас есть, ее что же нужно выбрать? Она говорит, вот у нас есть альбом для акварели, да? И мы с Майей... Толстый, да. И мы между собой обсуждаем, мы сейчас вот так аккуратненько сможем вот так разрезать, и вот так разрезать. Вы будете резать альбомы? Нет, 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 это такое кощунство было, боже мой. Это было очень западно. И так что с бодрами у нас все весело отсюда. Сейчас попробуем вычислить кофе. Итак, роза Розина, чтобы понять характер этого аромата, это Дива. Дива – женщина, которая любит театр, которая любит находиться в центре внимания, она очень красива, она яркая, она жизнелюбка, и ее жизнь – театр. Вот в центре красная роза, красная роза. А все ароматы розин, сразу хочу сказать, носят практически все пудровые оттенки. То есть очень часто в ароматах пересекается роза и фиалка. То есть фиалка добавляет изысканности и припудривает немного розу. В данном моменту роза Дерозин – это цветочный пудровый аромат. Основные ноты – это фиалка, ноготки, иланг-иланг, роза. В ноте сердца самые изысканные – это турецкая болгарская роза, роза Граса, жасмин и ирис. То есть и фиалка, и ирис, присутствующие в аромате, дают пудровое звучание, дополнительное пудровое. И в шлейфе мы видим, что очень стойкие ингредиенты – это бобы тонка, которые добавляют немного шоколадного аккорда. Это бензоины и перуанский бальзам, которые считаются мощнейшим афродизиаком, создают долгоиграющий шлейф и притягивают внимание к себе. Вот перуанские и таланские бальзамы, если содержатся, то аромат очень стойкий, глубокий, великолепно округляется с кожей и считается мощным афродизиаком. Роз ЭТ. Роз ЭТ – это летняя роза. Здесь абсолютно другая грань женщины. То есть если первая роза розин – это дива, это гламурная дива, это красивая, яркая женщина, то роза ЭТ – это минимализм. Минимализм – натуральность. Женщина, чья красота натуральна, она спокойна, находится в гармонии с собой. И основной ее целью – это семья и дом. То есть такая мягкая, спокойная женщина. В Роз ЭТ сочетаются два основных нюанса – это роза и цветы лайма. То есть роза с немного с цитрусовым аккордом. Основные ноты – зеленое яблоко, бергамот, роза желтая. Здесь доминирует желтая роза. Цветы лаймового дерева, мимоза, лотос, семена амбреты и мускус. Свежий цветочный аромат. Роз ЭТ очень красив в теплое время года. И для тех, кто любит такие чистые ароматы на каждый день, великолепно. Они звучат даже в холодное время года. Кто хочет свежести, Но в то же время, чтобы была такая легкая изюминка, цветочная изюминка. Поэтому свежий цветочный аромат, в принципе, он хорош в любое время года. Ну или для тех, кто не любит много парфюма. То есть если первый сочный, яркий, то второй именно спокойный, умиротворяющий. Вот сочетание желтой розы с лаймом. Мальчик, у нас еще один. Еще один. У нас, кстати, когда Ирина Билл приезжает, вот иногда на гастроли, она заходит, она до розината просто несколько флаконов сразу берет. Она обожает, кстати, фрисон, но потом поговорим. Вот фрисон она покупала, Росэте, Анзэстерос и Глэмрос. Причем Глэмрос шикарный. Вот еще. Кому-то нужны листики ручка, у вас много пришло. Здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, на самом деле мы будем делать перерывы. Можно будет попробовать любой аромат, который вам понравился на коже. Поэтому записывайте, что хотите попробовать. Все равно они потом не находятся. Да, вы потом подходите. Это правда, да. Закатываем рукава и до локтя. Сюда, сюда, и на плечико, и на затылок. Так и есть. У нас есть наши товарищи парфюмоньяки, они на колени брызгают. Ну, у них очень много научились. Да, поэтому подходите. Да нет, все смешает. Что-то мало, скажем вам тоже. Ну, да. С другой стороны, все на кожи же не попробуешь, можно же и не хватить места. Надо брать мужа. Некоторые берут жертву, на которые пробуют. Это тоже вариант. Такой тест поживой. Да. Живой водор. Да. Так, девчата, листики, лучше что-нибудь вам предложить. Да? Да, каковы? Давайте сейчас. Спасибо.